Первый в Чите комнату медиации не случайно открыли в здании Читинского районного суда. Еще в 2011 году Владимир Путин подписал распоряжение о внедрении медиации в практику урегулирования правовых вопросов. Специалисты этого направления могут помочь конфликтующим сторонам разрешить спор мирным путем, не доводя дело до суда. Процедура медиации или примирения проходит следующим образом. В центре находится собственно сам специалист-медиатор. По бокам от него представители конфликтующих сторон. После их совместной работы заключается соглашение, которое удовлетворяет интересы и тех, и других. Сами медиаторы называют себя психологами. Говорят, чтобы помочь людям, нужно их в первую очередь понимать. Больше степени медиатор это все-таки психолог. Да, ему нужно быть и юристом, разбираться в каких-то юридических аспектах, ну, хотя бы, чтобы грамотно составлять юридический документ, да, но больше это психолог. Если возникают вопросы, допустим, тонких направлений, то медиатор правит привлекать узких специалистов для разрешения спорной ситуации. Воспользоваться комнатой медиации могут не только конфликтующие стороны в суде. Широкая практика показывает, что в других регионах страны подобные уголки примирения есть и в ЗАГСах для людей, которые собираются разводиться, и в школах для разрешения конфликтов учеников. Такая помощь может пригодиться и предпринимателям, считает бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова, ведь многие споры последних зачастую разрешаются именно через суд. Я думаю, что открытие этой комнаты будет способствовать тому, что граждане, в частности предприниматели, будут обращаться за разрешением своих возникших споров, конфликтов не в суд, сразу же неся определенные финансовые издержки, временные издержки, а попробуют их разрешить с помощью медиатора. Воспользоваться комнатой медиации на базе суда может любой желающий и абсолютно бесплатно.